Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Бийске двое подростков разбились на мотоцикле. В ситуации разбирается прокуратура. Власти города озвучили, сколько домов Барнаула готовы к отопительному сезону. Медовое кольцо, Мясная площадь и Сырный бульвар. Как в Барнауле прошел фестиваль алтайских производителей. Итак, двое подростков в Бийске разбились на мотоцикле после столкновения с автомобилем. Происшествие случилось на улице Советской. Мотоциклом управлял подросток. Травмы получил и его несовершеннолетний пассажир. Одному из них 14, другому 15 лет. Оба госпитализированы. Проверку всех обстоятельств происшествия проводит прокуратура Бийска по поручению прокурора края Антона Германа. Будет также дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. Об этой истории накануне узнала вся страна. Вытолкнул грудного ребенка и жену с 16 этажа. Речь о Барнаульце, который пару лет назад с семьей переехал в Москву. В одном из столичных ЖК и случилась трагедия. По одной из версий, мужчина сначала выбросил ребенка, а потом супругу. По другой, 30-летняя женщина бросилась за малышом сама. А супруг забаррикадировался дома, хотя позже открыл силовикам дверь. Очевидцы из СМИ рассказывают, что в квартире нашли упаковку антидепрессантов и бумагу со странными заметками. Известно, что ранее мужчина работал в Центробанке, потом нашел другую работу. Прокуратура Москвы расследует дело о бывшей Барнаулец. Тем временем находится в тяжелом состоянии в больнице Склифосовского. Брусья, кольца, тренажеры. Новая спортивная площадка появилась на территории Кытмановского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Теперь ребятам, которым приходилось преодолевать расстояние около 3-4 километров до спортивных секций, стало проще приобщиться к спорту. Чей это подарок и как к нему отнеслись дети-сироты, выясняла наша съемочная группа. Вот это что-то крутая. Это вообще здорово. Любые варианты с подъемом. Новые тренажеры, турники, брусья и кольца. И даже тренажер для скалолазания. Все это спортивное оборудование теперь находится у ребят, воспитанников Кытмановского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Сейчас в центре проживает 27 детей. Сложилось так, что в нашем центре очень много мальчиков. Девочек совсем немного. И даже девочки у нас занимаются спортом. И эта площадка, это такая помощь. Такой подарок центру сделал благотворительный фонд «Сила добра». Его организаторы – три девушки, каждая из которых на протяжении долгого времени занималась благотворительностью. Объединить свои силы они решили год назад. Круто, что мы три разные. У нас три разных направления. И когда у нас какой-то организовывается проект, Оля у нас отвечает за документы, Яна там за блогеров, за еду, у меня переговоры. Мы мамы, у нас у каждой есть дети. И поэтому тема детей для нас очень актуальна. Наш фонд оказывает помощь детям, сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Также мы оказываем помощь детским учреждениям. Мы, конечно, за развитие, за спортивное. Наши проекты созданы для того, чтобы все-таки дети получали какие-то навыки, развивались. В этот раз вот конкретно у нас социальный проект «Спорт во дворе». Хотелось особое внимание уделить именно спортивному развитию детей и подростков. Поэтому с Кытмановским центром помощи детям мы сотрудничаем уже давно, помогаем детям. И поэтому, так как это отдаленный участок, хотелось выбор сделать именно на них. На дружескую встречу с воспитанниками центра приехал двукратный чемпион России и Европы, а также трехкратный вице-чемпион мира по бодибилдингу Барнаулиц Александр Барбашин. Почему этим детям надо помогать? Потому что, да даже не потому, что они чего-то лишены. Это дети, которые могут добиться очень многого. Но которые, к сожалению, не понимают, насколько велики возможности любого человека. Вот достаточно просто показать, что человек может все. Я в этом искренне уверен. Эти дети вот на двух турниках и так научились делать то. Ну давайте так, у меня первый разряд по спортивной гимнастике. Я не умел такого делать. Несмотря на непогоду, ребята с удовольствием занимались на спортплощадке, а также задавали все интересующие вопросы. Мне очень понравилось было, так сказать, познавательно. Насчет площадки скажу. Площадка хорошая сделана. Заниматься будете? Конечно. Вообще по поводу встречи, встреча достаточно увлекательная была и познавательная. По поводу площадки, она очень нужна была центру, поскольку детям особо негде заниматься, и выходы здесь не такие частые. Хотелось бы, конечно, данный проект вывести в массы, реализовать его в других центрах помощи. И вот мы, конечно, открыты к сотрудничеству. Очень бы хотелось, чтобы этот проект жил дальше. Организаторы фонда продолжают работать над развитием проекта и будут рады любой помощи. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Со своим жильем, но без крыши над головой. Бичи, они с двухэтажки по адресу Кулундинская, 15, бьют тревогу. В их доме нет воды и канализации, проблемы с печным отоплением, просел фундамент, рушатся стены, но самое главное – обвалилась крыша. При всем этом дом даже не признан аварийным. О тех, кто живет в таких условиях, расскажет Кристина Чернова. Мой дом – моя крепость. Для жильцов дома номер 15 по улице Кулундинская эта фраза весьма условна. После личной трагедии пенсионерка Галина Манечкина была вынуждена вернуться в квартиру, где провела свое детство. За два года ее отсутствия помещение обветшало. Стены повело, потолок в трещинах. Однако настоящий сюрприз ждал ее за дверь у соседей сверху. Полностью отсутствующая крыша. Дождь идет к нам. Я вот немного погодя, и этот потолок отварится, потому что там крыша вся в решетку. Нет ни шейфера, ничего. Упала на соседнюю квартиру. А соседняя квартира скоро упадет ко мне. И получается окно в Европу. Вот здесь вот. Собственники квартиры этажом выше съехали. С того времени дыра в кровле только разрастается. Вместе с ней растут и все сопутствующие проблемы. Пенсионерка-инвалид остается в задхлом заплесневелом помещении, где в любой момент может случиться замыкание проводки. О том, что дом солидным износом и так понятно строению больше 60 лет. Примерно столько же здесь не было капитального ремонта. Здание постепенно разваливается, квартиры рассыпаются. Жители дома хотят, чтобы жилье признали аварийным. Самим что-то здесь сделать уже не получится. В общем, в подъезде тоже крыша вся бежит. Только вот и улетали листы, мы сами ремонтировали. А сами вот все с костылями ходим. Надо бы нас расселять. Почти такой же дом совсем рядом. Брат-близнец Кулундинская, 17. С теми же болезнями, хотя это уже скорее тот случай, когда никакое лечение не поможет. Два года назад двухэтажку признали аварийной. Однако до расселения дело пока не дошло. У нас уже крыша обваливается, у нас весь фундамент, вот тут вот весь. И у нас, когда вот в школе вода текла, под дом натекла вода, и дом весь перекашивается, у нас дом садится. Пришло письмо с прокуратуры, что в 22-м году еще нам должны были дать квартиру, уже 24-й год, а мы все живем. О том, что жить в таких условиях невозможно, власти, конечно, понимают. Но признание домов аварийными дает лишние бюджетные траты. Нет средств, растут очереди из нуждающихся в улучшении жилищных условий. К тому же претендовать на новую квартиру от муниципалитета взамен старой может далеко не каждый. Помещение предоставляется только в тех случаях, когда граждане проживают в квартирах на условиях соцнайма. Там же, где граждане владеют квартирами на праве частной собственности, предусмотрено только возмещение рыночной стоимости изымаемого помещения. То есть здесь переселение из помещения в помещение частных собственников по данной программе не предусмотрено. Людям, живущим в домах на Кулундинской, очевидно, что они сильно рискуют. Оба дома могут рухнуть в любой момент, а вместе с ними и надежды на новое жилье. Даже если многоэтажки включат программу и они дождутся расселения, собственники квартир в них могут претендовать только на компенсацию. Будет ли она справедливой в условиях рынка сегодня – большой вопрос. Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком. 75% многоквартирных домов Барнаула готовы к зиме. Информацию озвучили власти города на совещании по подготовке к отопительному сезону. К холодам готовы все 32 муниципальные котельные. Это данные представители СГК. Одними из первых отопления запускают в социальных учреждениях. На сегодняшний день из 321 здания готовы к старту сезона 299 образовательных организаций, а также 97 из 143 медицинских. Напомним, что отопительный сезон в краевой столице обычно начинается в конце сентября – начале октября. При условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура за окнами не превышает 8 градусов тепла. Сначала отопление подадут в детские сады, школы, больницы и лишь затем в жилые дома. Пилотажная группа «Русские витязи» на празднование дня рождения Барнаула продемонстрирует свое мастерство и примет участие в патриотических мероприятиях. Что еще ждет барнаульцев и гостей города уже в ближайшие выходные и где планируют ограничить движение на время праздника, расскажем в нашем следующем сюжете. Празднование 294-й годовщины со дня рождения Барнаула пройдет в краевой столице уже в ближайшие выходные. День города тематически посвятят Году семьи, а также патриотизму. Не случайно гостем празднец будет авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» из Кубинки. Очень известные пилоты, они действительно это элита наших вооруженных сил и они прилетают не только сделать показательные выступления на самолетах Су-30, но и они прилетят еще, будут задействованы нами во всех военно-патриотических акциях. Это встреча с молодежью, это организация выставки авиационной техники, это встреча с ветеранами нашими, потому что Барнаул все-таки авиационный город. К слову, показательные выступления пилотажной группы состоятся 31 августа над акваторией АБИ с 17 до 18 часов. Тренировочные полеты запланированы на 30 число с 15 до 15.30. В день города в Барнауле не планируют отказываться и от фестиваля национальных культур. Он пройдет в парке Центральный в 10 утра. Карнавальное шествие в национальных костюмах стартует в 9.40 с проспекта Ленина. На Молотобольской в это же время откроется ярмарка Барнаул семейный. Задействуют в праздничных мероприятиях и площадь Сахарова. С 12 до 16 часов там будет спортивная программа, после 16 концертная. День рождения Барнаула отметят и в каждом районе города по традиции без алкоголя. С 9 до 21 часа продавать его не будут. Власти напомнили о необходимости перекрытия движения в праздничные дни. Это перекрытие на площади Баварина, проспект Ленин. У нас участок от улицы Ползунова непосредственно до речного вокзала. То есть также будут ограничены все съезды с нового моста на проспект Ленина и с улицы Максима Горького. Данное перекрытие будет действовать 31 августа с 15.00 до 18.00. Перекроют и площадь Сахарова. Проспект Социалистический в границах от Молодежной до Мерзликина. Это перекрытие будет действовать с 29 августа по 1 сентября. Для безопасности граждан также принято решение запретить использовать самокаты и другие средства индивидуальной мобильности на пешеходной Молотобольской, Сахарова и в Центральном парке. Не только много вкусной еды и развлечений, но и спорт. Гастрономический фестиваль в парке Изумрудный, помимо алтайских брендов, собрал на одной площадке любители активного отдыха. В этот день для всех гостей праздника провели кардио-тренировку в необычном формате. Наша съемочная группа тоже не осталась в стороне. Фестиваль получился не только гастрономический, но и очень даже спортивный. На одной из трех площадок Барнаульского пивоваренного завода развернули целую площадку для активного отдыха. Все желающие смогли попрыгать на специальном батуте. Такая своеобразная кардио-тренировка называется джампинг. У детей занятие завоевало любовь с первого прыжка. Прыжковая тренировка под ритмичную музыку отчасти напоминает танцы. Но требует гораздо больше усилия. Кстати, барнаульцам понравилось. А еще недалеко от фонтана все желающие могли присоединиться к анимационному персонажу. Коту, главному символу линейки энергетиков. Во время гастрономического фестиваля Барнаульский пивоваренный завод работал одновременно на трех площадках. Там все желающие могли попробовать продукцию предприятия. Одна из них – дегустационная. И, как отметили горожане, на фестивале она стала одной из самых востребованных. Жарко, вроде еды много всякой разной, а вот попить как-то проблема. Поэтому, ну, спасибо большое пивоваренным заводам. Натуральные компоненты чувствуются. Очень приятный вкус. И думаю, что это будет полезно для нашего здоровья, для нашего организма. Спасибо большое компании, организаторам. Нам очень нравится. Угоститься всем полюбившимися вкусами лимонадов и напитков из-за тоников мог каждый желающий. Особенно барнаульцам понравилась новинка этого лета – лимонад линейки «Гуд Страйпс». Гранатовый взрыв. Вот сейчас пробуем новый гранатовый вкус. Ну, вкусненько. Спасибо большое. Попробовали. Гранатовый – очень вкусный. Кроме того, в этот день для гостей фестиваля Барнаульский пивоваренный завод приготовил небольшие, но очень приятные подарки. Горожане, которые участвовали в конкурсах, получили на память спортивные шарфы, рюкзаки, напульсники, ароматизаторы для авто и другие призы. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале «Толк». Ну, а я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Далее о погоде. До встречи в эфире. Продолжение следует. Продолжение следует.